Здравствуйте! В эфире специальный выпуск. В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Аливы, президента Совета Европейского Союза Шарли Мишели и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, а также делимитацию и демаркацию границ и другие вопросы. Встреча длилась более трех часов. Итоги ее итоги мы обсудим с гостями нашей студии. С нами находится доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол Нами Калиев. Нами Хмельев, здравствуйте! Добрый вечер, что места? По видеосвязи к нам подключается политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрят Садыхов. Господин Садыхов, здравствуйте, как вы нас слышите? Здравствуйте, слышу хорошо, приветствую вас в студии. Итак, встреча длилась три часа. И первый наш вопрос, оправдались ли ваши ожидания, несмотря на то, что пока нет таких заявлений со сторон. Но вот по имеющейся на сейчас, на данный момент информации, насколько оправдались ваши ожидания Нами Хмельев? Ну, я думаю, что никто из нас сегодня не ждал подписания мирного соглашения. И, так сказать, заявления о том, что стороны достигнут соглашения по всем тем вопросам, которые стояли в ходе переговоров. Но, тем не менее, информация, которая на данный момент имеется, допустим, у меня, она свидетельствует о том, что встреча пошла для нас успешно, что имеются достаточно серьезные подвижки, и обсуждались те вопросы, которые имеют для нас, в общем-то, достаточно важные принципиальные значения. Я думаю, что мы предполагали, и шла и утечка информации, и мы следили за прессой, можно было проанализировать то, о чем говорится, скажем, между строк. И мы ожидали, конечно, и того, что будут подняты вопросы о возвращении азербайджанцев в западный Загизор. Мы ожидали и вопросы, связанные с возвращением анклавов. Мы ожидали вопросы, связанные с тем, что Армения окончательно откажется от вмешательства в наши внутренние дела. И целый ряд других моментов, которые мы все прекрасно с вами знаем. И я думаю, что вот эти вопросы сегодня составляли повестку дня, и они являлись для нас принципиальными. Здесь нужно сказать, что ситуация, которая сейчас развивается, в принципе, она, я думаю, что в известной степени нас удовлетворяет. Нам бы хотелось, чтобы все это двигалось с более быстрыми темпами, чтобы мы могли более, скажем, быстрее, более быстрыми шагами продвигаться к конечному итогу подписания мирного соглашения. Но то, что мы наблюдаем в поведении Армении и тех, кто ее поддерживает, речь идет о том, что они стараются замедлить этот процесс, как можно дольше затянуть его, с надеждой на изменение какой-то геополитической ситуации, изменение каких-то событий, каких-то сил. Но я думаю, что надежда тщетна, потому что вряд ли что-то удастся изменить в этом тренде. Хотелось бы также узнать мнение Фикер Атмайлим. Фикер Атмайлим, каковы были ваши ожидания? Я ознакомился с заявлением для прессы президента Совета Европейского Союза. Он сделал сразу же это заявление. И оно в целом не идет в разрез с нашей позиции. Потому что он заявил о приверженности к мирному процессу. Он призвал к дальнейшим смелым шагам, которые могут обеспечить прогресс на пути к нормализации. И он заявил о том, что на встрече были обсуждены все вопросы повестки дня, суверенитет и территориальная целостность. Вот это важное заявление, потому что это как раз те самые пункты, те самые факторы, которые очень нас беспокоят. Если они были обсуждены на трехсторонней встрече, значит это беспокоит и Европейский Союз. Значит к этому не безразличен и сам президент Совета Европейского Союза. Потому что именно о суверенитете и территориальной целостности в первую очередь должна идти речь. Мы свои предложения давно уже выдвинули. Мы занимаем достаточно твердую принципиальную позицию по этому вопросу. Мы не шарахаемся. В отличие от наших армянских соседей, мы не меняем свою точку зрения и направление, приоритетные направления нашей внешней политики. Поэтому я думаю, что и президент Азербайджана и в преддверии Брюсселя заявил о том, что встреча в Брюсселе, переговорный процесс этот, он всегда приносит определенные дивиденды и он эффективен. Поэтому я думаю, в плане нормализации отношений встреча в Брюсселе, она должна принести какие-то позитивные результаты. Но мы, естественно, я полностью согласен с тем, что сказал Нариханин, мы не могли ожидать от этой встречи каких-то неожиданных шагов со стороны даже того самого Пашиняна, который пойдет на подписание мирного соглашения. Сегодня Ереван делает все, чтобы этот вопрос был затянут и находился в подвешенном состоянии. Ему не выгоден пока этот документ. У него есть оппоненты достаточно сильные внутри страны, у него есть поддержка ряда внешних сил, в частности Францию, которая говорит об Арцахе, говорит о гуманитарной катастрофе в Карабахе и открыто занимает антиазербайджанскую позицию. В этом контексте, конечно, обсуждение этих ключевых проблем, ключевых вопросов, связанных с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, я думаю, для нас имеет большой смысл, большое значение. И в этом плане заявление, сделанное Шарлем Мишелем, я думаю, оно в целом отвечает нашим интересам, несмотря на то, что в ряде своих заявлений он не сделал каких-то конкретных направлений, не указав на конкретные направления, которые могут привести к урегулированию и нормализации этих отношений. Хотя, понятно, его понять можно, он старается занять такую нейтральную позицию, сблизить стороны, продемонстрировать свой интерес и свой личный интерес Европейского Союза к урегулированию этой проблемы. Но весь вопрос в том, на основании каких принципов, на основании каких факторов и что за всем этим стоит. И в конечном итоге, чем мы должны еще пожертвовать, чтобы в конечном итоге Армения согласилась на то, чтобы подписать мирное соглашение. Спасибо, Фикерат Малим. Вот вы затронули заявление председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Он по итогам встречи выступил с заявлениями СМИ. И, Намих Малим, вот Шарль Мишель отметил, что Евросоюз готов оказать финансирование для создания в регионе новых железных дорог. Как вы оцениваете данную инициативу Евросоюза, учитывая то, что одной из центральных тем этой встречи была разблокировка транспортных коммуникаций, в частности, Зангизурского коридора? Ну, прежде всего, следует отметить, что данное заявление, оно косвенно подтверждает то, что речь шла об открытии Зангизурского коридора, Зангизурских транспортных коммуникаций и, в первую очередь, железнодорожных. И раз об этом шла речь, и Евросоюз собирается финансировать эти проекты, ну, кроме, скажем так, Зангизурского проекта, также и другие, возможно. Это свидетельствует о том, что решение принято фактически по данному вопросу, и Зангизурский коридор будет открыт. То, что Евросоюз собирается финансировать строительство железнодорожных путей на Южном Кавказе, это зауэлированная форма финансирования Армении, потому что Азербайджан не нуждается в данном случае финансировании. И строительство практически завершено у нас. Поэтому речь, скорее всего, идет о том, что Евросоюз берет на себя, скажем, обязательства или делает предложение профинансировать строительство армянского участка железной дороги. В принципе, это дело, так сказать, Евросоюза и Армении. Для нас важно то, что эта железная дорога будет построена. Вот мы видим, вот вы упомянули Армению, и так мы видим, что вот на фоне каждого раунда переговоров там прибегает к различным провокациям, скажем, вот это стало фирменным почерком армянских реваншистов. И сейчас тоже участились обстрелы азербайджанских позиций. Помимо этого, Министерство обороны Азербайджана сделало заявление, что применяется радиопомехи против самолетов в Карабахе. И также прошел митинг, так называемый митинг в Карабахе, в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Как вы думаете, вот все это было заранее спланировано? И для чего все, для чего Армения прибегает вот к таким методам? Ну, мы с вами всегда наблюдали обострение вот этой ситуации накануне переговоров. Каждый раз накануне переговоров армянская сторона совершает провокации. Провокация — это метод Армении, метод армянства воздействовать на те или иные процессы, воздействовать на партнеров, скажем, по переговорам, или просто воздействовать на ту или иную сторону, с которой она противостоит. Поэтому вот эти методы, они остаются старыми. Что было, скажем, в конце 19-го, начале 20-го века, что, в общем-то, сегодня, в 21-м веке. Одни и те же методы провокации, требования какие-то совершенно несуразные порой, и не можешь понять, чего же они хотят. Если сами они не исполняют, скажем, подобные требования применительных к себе, если сами они не делают то, что положено, то почему они требуют этого от других? И, наконец, сколько же можно требовать от всех вокруг? Немножко надо потребовать от самих себя. Но к самим себе они как-то очень, так сказать, совершенно некритично относятся и воспринимают окружающий мир как определенную среду, в которой все обязаны защищать, обслуживать, обхаживать и создавать условия для, скажем, беспечного проживания армян на этой земле. Мы с вами наблюдаем кадры, скажем, о их совершенно беспечной жизни в так называемом сепаратическом регионе. И вот в этом регионе они празднуют темные события, а в то же время на весь мир кричат о том, что они оказались в блокаде, нуждаются довольно гуманитарные катастрофы, они нуждаются в помощи в мировом сообществе, и Азербайджан чуть ли не собирается совершить этническую чистку. При этом там массовые мероприятия проводятся, где всего в доставке. И вот это постановочное мероприятие, этот митинг и выход их, хождение по городу, совершенно какое-то бесцельное хождение, скажем так, по городу, которое они наименовали протестом, оно вызывало только улыбку, очевидно, у всех, потому что если последить за социальными сетями, то кроме издевок и, скажем, усмешек, оно больше ничего не вызывало. Но дело в том, что, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот вся беда в том, что у них как бы все поставлено с ног на голову. Плюс, если мы возьмем ситуацию, связанную с тем, что с их стороны, и, собственно говоря, со стороны российского миротворческого контингента, не было выполнено трехстороннее заявление, то вот это создает определенную опасность для того, чтобы армяне интегрировались в азербайджанское сообщество, в азербайджанское общество. Ведь, посмотрите, с одной стороны, присутствие там российского миротворческого контингента, который, в принципе, как мы наблюдаем, потворствует сепаратистам и незаконным вооруженным формированиям, которые находятся в этом регионе. Мы видели кадры сопровождения и колонн незаконных вооруженных формирований, которые перевозили и оружие, и меняли место дислокации, и были попытки строительства фортификационных сооружений. Все это под крышей, скажем так, российского миротворческого контингента. Это, с одной стороны. С другой стороны, появление там находящегося уже сегодня в розыске Рубена Варданяна, который, в принципе, играет достаточно серьезную дестабилизирующую роль. Он, в принципе, должен быть привлечен к уголовной ответственности, и, наверное, его давно уже пора было обезвредить и применить к нему соответствующие уголовно-карательные меры. Но я думаю, что сегодня в этой ситуации, когда идет мирный процесс, внимание к этим протестам с армянской стороны и в зоне, которая временно находится под контролем российского миротворческого контингента, оно не очень сильное, потому что основной тренд – это заключение мирного договора. И все прекрасно понимают, что мирный договор будет заключен. Все прекрасно понимают, на каких принципах он будет заключен, что здесь будут работать принципы международного права. А в соответствии с принципами международного права и теми заявлениями, которые уже сделал Шарм Мишель, и той информацией, которая у нас, в принципе, есть по итогам вот этой встречи, мы видим, что вот эти протесты и крики о гуманитарной катастрофе и нежелание находиться в составе Азербайджана, они не вписываются в эти принципы международного права. И все это как бы вне игры. Поэтому то, что происходит сегодня в зоне временной ответственности РМК, в зоне проживания армян, которым мы предложили вступить в азербайджанское гражданство, интегрироваться в наше общество, эти процессы, они сегодня не играют пока никакой роли. Даже в самом армянском обществе тоже идут споры вокруг целей этих массовых акций. И хотелось бы узнать мнение Фикрят Мелема тоже. Вот, в частности, сегодня одна из армянских газет опубликовала такой инсайт, информацию такую, что есть две версии произошедшего, происходящего в Карабахе. Имеется в виду вот эти вот акции, которые проводятся там. Одна из версий звучит так, что главари вот остатков сепаратистского режима решили вот впервые выступить с открытой критикой против руководства Армении Никола Пашиняна из-за того, что он неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана и Карабах в составе Азербайджана. И это одна версия. А другая версия, это то, что карабахские сепаратисты, наоборот, специально организовали этот митинг, вывели людей на улицы для того, чтобы создать условия для Пашиняна, чтобы он уже на переговорах в Брюсселе выступил с так называемыми аргументами, что якобы армяне Карабаха не хотят интегрироваться в азербайджанском обществе, в обществе Азербайджана. Как вы думаете, какая из версий правдива? Я думаю, что версия о том, что Пашинян не знает, что происходит в Карабахе и находится под давлением сепаратистского режима, она не совсем правильная, она не совсем реальна. Пашинян просто более гибко подходит к этому, в отличие от лидеров сепаратистского режима. Он понимает, что на мировом треке, на переговорных площадках присутствует он, а не Паласанян, который сейчас арестован, и не Рейк-Аручюнян. Поэтому его позиция более сдержана, она более носит миролюбивый характер, он признает территориальную целостность Азербайджана. Это было еще в октябре прошлого года. А в мае он даже признал Карабах в составе Азербайджана и сказал, что Карабах – это Азербайджан. Это важные были заявления сделаны. Но в принципе он, сказав «А», не говорит «Б». То есть он не делает следующего шага, он от риторики не переходит к практике. Поэтому он, видимо, вот эту практическую часть оставляет своим сепаратистским, ну, вот этим ашметкам, которые сегодня там руководят Карабахом. И те более радикально выступают, они создают фон для того, чтобы действительно, значит, Пашинян, выехав там, я не знаю, в Вашингтон или в Брюссель или в Москву, был более устойчив, опирался на мнение, так сказать, вот этого народа, этнических армян в Карабахе и вел себя более решительно и более смело. А по сути, они обе стороны ведут одну и ту же линию, политическую линию. Обратите внимание, ведь в преддверии Брюссельской встречи было несколько факторов. Были откровенные провокации со стороны уже барабахских армян, вооруженных отрядов незаконных. И там стреляли в наших пограничников, в наши войсковые части. А с другой стороны, параллельно с этим, по Лачинскому коридору провозился далеко не гуманитарный груз. Там провозили сигареты, привозили телефоны, причем в огромном количестве. Причем на машинах Красного Христа, водители которых были этнические армии. Это же все, понимаете, при всей той внешней такой видимости, случайности, я думаю, что есть здесь определенная, целенаправленная, определяющая и направляющая рука. Поэтому надо было создать фон, надо было поднять вой по поводу гуманитарной катастрофы. Я хотел бы еще добавить, я просто это упустил, по поводу смерти двух детей в Карабахе. Вы же посмотрите, какой был поднят вой. Арарат Мирзаян сделал заявление о том, что это результат той гуманитарной катастрофы, причиной которой является Азербайджан, который закрыл Вачинский коридор. И при этом параллельно мы все видели и в Ютубе, и в соцсетях вот эти рестораны, кафе, где армяне в Карабахе пьют, едят, веселятся, танцуют. И абсолютно это не вписывается в такой формат гуманитарной катастрофы. Потому что смешно, печально, конечно, что умирают дети, но смешно от того, что это вранье доходит до такого уровня, что вызывает уже усмешку у посторонних людей. Поэтому вот эти все факторы, на которые указало упомянутое вами издание, они, конечно же, в таком комплексном варианте, они все направлены на поддержку Пашиняна, который на переговорном треке, на площадке в Брюсселе будет вести себя более раскованно, более смело, говорить о проблемах, о гуманитарных катастрофах, которые здесь создают азербайджанцы, и в конечном итоге выторговать себе какие-то преференции. Вот это главный аспект, главное направление, приоритет, который связывает сегодня и официальный Ереван, и карабахских сепаратистов. Потому что подписывать сегодня соглашение они не собираются, они пытаются затянуть этот процесс. Вот вы сказали о том, что железнодорожное сообщение будет финансировать Европейский Союз. Очень хорошо, это прекрасно, но для того, чтобы он начал финансировать эту дорогу, надо, чтобы она была еще открыта, надо, чтобы была достигнута договоренность, о том, чтобы Зангизурский коридор открывается. И решить эти все проблемы, решить проблемы с демаркацией, с делимитацией, а потом уже, конечно, финансировать и дорогу, и тех, кого они считают нужным, профинансировать. Это уже второй этап. На первом этапе должно быть открытие. Это то, против чего выступает Ереван, и затягивает это открытие, хотя при всем при этом параллельно открыта Лачинская дорога, которая объединяет Карабах с Арменией. А вот нам, значит, азербайджанцам, видите ли, в этом контексте, в этом формате, мы не можем выехать в Нахчеван, составную часть Азербайджана, и ждем как бы милости от природы, или, как говорили, физиологи, когда, наконец, им заблагорассудится открыть эту дорогу. Поэтому наша дипломатическая активность, она достаточно наступательна сегодня. Именно благодаря этой наступательности мы добились очень многих результатов. Признание азербайджанской территориальной целостности, признание ряда других вопросов, да, но нам надо идти дальше, наступать и дальше, и требовать уже, и не только от Армении, но и требовать это от тех внешних сил, которые их поддерживают. Спасибо, Фекрет Мерлин. Вот вы упомянули Лачинскую дорогу, но вот как раз по итогам встречи, трехсторонней встречи в Брюсселе, Шерон Мишель сделал такое заявление, что во время переговоров обсуждали также вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам. Этого пункта на Американальном раньше не было в переговорах, и на ваш взгляд, чем обусловлено обсуждение этого вопроса в рамках встреч. Ну, с вашего позволения, во-первых, я отмечу, что Фекрет Мерлин очень четко и конкретно обрисовал ситуацию в зоне временной ответственности РМК, и расклад сил, и ситуацию, в общем-то, связаны с тем, какие ожидания имеются у жителей этого региона и самой Армении. Но здесь я должен прежде всего отметить, что вот все это исходит, то, что касалось Лачинской дороги, и то, что касалось того, что мы не имеем открытого Зангизорского коридора, все это исходит из двойных стандартов. Фекрет Мерлин об этом упомянул. Ведь, посмотрите, трехстороннее заявление это цельный документ. И в этом документе речь идет о двух транспортных коммуникациях о Лачинском коридоре и транспортных коммуникациях из западных районов Азербайджана в Нахчевань, то есть из восточного Зангизора в Нахчевань. И речь идет о том, что поскольку это комплексный документ, это соглашение, к которому пришли стороны, то в этом случае должны выполняться все условия этого соглашения. Нельзя, чтобы одна сторона свои обязательства выполняла, а при этом другая нет. И вот на протяжении практически трех лет, почти трех лет, мы наблюдаем, что армянская сторона пользуется выполнением азербайджанской стороной своих обязательств. Но сама игнорирует. Сама не выполняет свои обязательства, а мировое сообщество, исходя из своих двойных стандартов по отношению к нашим странам, оно от Азербайджана требует выполнения тех обязательств, которые Азербайджан на себя не брал. Азербайджан на себя взял обязательство обеспечить безопасность движения транспортных средств, людей и грузов по Лачинскому коридору. Что Азербайджан и делает, собственно говоря, и погранично-пропускной пункт одна из составляющих вот этой безопасности. Что мы и наблюдаем, собственно говоря, в последнее время. До того, как Азербайджан не приступил к выполнению этого обязательства, по этому Лачинскому коридору перемещались военные техники, перемещались вооружения, перемещались незаконные вооруженные формирования. Сегодня, когда мы это говорим, здесь мы должны понять, что невыполнение пока вот того пункта, открытия Зангинскому коридору, это автоматически должно означать закрытие Лачинского коридора. Потому что это соглашение комплексное. Но если мы этого пока не делаем, исходя из добрых побуждений, из своей доброй воли, то это еще не значит, что другая сторона и поддерживающие ее силы должны злоупотреблять этим. И вот последние случаи, связанные с тем, что Красный Крест перевозил вот эти совершенно незаконные, незадекларированные товары. Этот вопрос тоже обсуждался. Да, это безобразие просто, потому что заявление представителей Красного Креста, так это еще двойное безобразие. Говорить о том, что это не они, это те, с кем они заключили договор. Они повесили на машину, на автомобиле, которые перевозили этот груз, знак Красного Креста. Это значит, что они несут ответственность за то, что происходит в этой машине. И за то, что делают те, кто управляет этой машиной. За тех, кто сопровождает этот груз. За то, что происходит вот с этим транспортным средством, они несут ответственность. Точно так же те, кто, скажем, каким-то образом связан с этим транспортным средством. И они отвечают за его безопасность, потому что там знак красного, элемент Красного Креста. Если бы, не дай бог, с этой машиной что-нибудь случилось, Красный Крест поднял бы всю мировую общественность против Азербайджана, поскольку это имело место на территории Азербайджана, что, понимаете ли, тут совершено что-то в отношении вот этого. Они не говорили о том, что это машина, автомобиль работает по договору с ними. Они говорили, что это автомобиль Красного Креста. А сейчас они говорят, что нет, мы не имеем к этому отношения. Это просто водитель, который, в общем-то, понимаете, работает с нами по договору. Поэтому вот эти факты, они должны быть пресечены в корне. Этого нельзя допускать. И это один аспект того вопроса, который мне задали. То есть здесь речь должна идти о том, что исполняя требования азербайджанского законодательства, исполняя требования норм международного права и Азербайджан, и МКК, Красный Крест, также Армения обязаны обеспечивать суверенитет и территориальную ценность Азербайджана. И прежде всего суверенитет. Поэтому, когда мы говорим о том, что Красный Крест работает на территории Азербайджана, представительство Красного Креста на территории временной ответственности РМК должно подчиняться представительству Красного Креста в Азербайджане. И все свои вопросы, они должны решать с этим представительством. И все свои перемещения, они должны обеспечивать территорию Азербайджана. Надо через Баку, надо через другие города Азербайджана, через Барду, Ахдам и Ханкианды. Все это должно быть обеспечено таким образом. Именно поэтому этот вопрос обсуждался там. Именно поэтому вы в самом начале говорили о том, что в повестке дня стояли вопросы суверенитета территориальной целостности Азербайджана. Потому что это принципиальные вопросы. Потому что если это будет обеспечиваться, никто никогда не будет требовать от Азербайджана больше того, что он уже делает. Больше того, что он выполняет трехсторонние заявления. Он его выполняет. А другая сторона не выполняет. И парадокс заключается в том, что требует от Азербайджана в то время, когда Азербайджан выполняет свои обязательства. Но никто от Армении ничего не требует. Понимаете? Вот весь парадокс в этом. И это бесстыдство армянской страны, бесстыдство армянского руководства, которое при всей такой ситуации, не выполняя свои обязательства, кричит о том, что это делает Азербайджан. А мировое сообщество, исходя из своих двойных стандартов, от которых мы уже натерпелись до невозможности, вот это мировое сообщество, оно, понимаете, замалчивает и поддерживает в этой истерике армянскую сторону. Интересное заявление поступило из России. Ну, как мы знаем, за переговорами Баку и Еревана тщательно следят, в том числе и в Кремле. И вот особенно за переговорами, которые ведутся в Брюсселе и на других площадках. То есть, и вот МИД России сделал такое заявление, что они готовы организовать в России следующую встречу, уже глав, встречу глав МИД, и готовы организовать ее ближайшее время, а также создать необходимую площадку для обсуждения темы мирного, подписания мирного договора. Но в этом заявлении есть и такие предложения, что вот упоминание того, что МИД России напоминает о высказывании о том, что Пашинян признал Карабах частью Азербайджана. И при этом там отмечается, что заявление МИД России отмечается, что это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении. Вот, Фикер Атмель, давайте сначала узнаем ваше мнение, вот с чем связано подобное заявление МИД России, и вот в частности упоминание вот этого вот заявления Пашиняна. А что, собственно, изменило признание Еревана территориальной целостности Азербайджана? Что, в заявлении трехсторонних от 10 ноября 2020 года было зафиксировано, что Ереван не должен признавать нашу территориальную целостность? Здесь, знаете, вот это ревностное отношение, оно связано, конечно же, с тем противостоянием, которое происходит сегодня между Западом и Россией. Мы понимаем роль России, они считают, что они были у истоков прекращения огня в 2020 году, они как бы были инициаторами подписания заявления, трехстороннего вот этого вот заявления о прекращении огня и этих пунктов, которые были приняты. Но это вовсе не значит, что Азербайджан должен быть привязан к одному центру мировому и решать все вопросы только с ним. Для нас важным показателем, важным критерием, вернее, решения вопроса является результат. Вот для нас необходим и важен результат. Он может быть достигнут и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Пока мы этих результатов не видим. И если кто-то с кем-то выясняет какие-то отношения, то Азербайджан тут абсолютно ни при чем. Мы за то, чтобы здесь воцарился мир безопасности. Мы делаем многократные предложения, связанные именно с реализацией этих пунктов и возрождения здесь стабильности в этом регионе и нормализации отношений. Ну, хорошо, пусть Москва приглашает опять наших официальных лиц, пусть ведутся переговоры при посредничестве высших должностных лиц России, но опять-таки нам нужны результаты. Мы свои лимиты компромиссов практически исчерпали. Все эти лимиты, которые были возможны, мы их исчерпали и мы практически готовы сегодня к подписанию соглашения на определенных естественных условиях, которые не ударяют, не бьют по интересам Армении. Речь идет о выводе армянских вооруженных в формировании вот этих недобитых отрядов, которые находятся в Карабай. Они до сих пор их не выводят, а их число практически уже доходит до 10 тысяч. Их вооружают, им присылают оружие, боеприпасы. Именно поэтому и был создан погранично пропускной пункт в Лачине. Мы практически поставили преграду провозов всяких видов вооружения, боеприпасов и террористов. Мы как раз исходим из того, что мы за мир и безопасность и стабильность в этом регионе. И нормализация может происходить только на основе этих принципов, а не каких других. Да, понятно, Москва, она, возможно, заинтересована тоже в мирном урегулировании, в поддержке наших интересов. Но, опять-таки, мы пока не видим никаких результатов. И мы готовы вести эти переговоры и в Москве, и на других площадках. Поэтому вот такое вот заявление, если оно связано только с тем, что они готовы предоставить тоже площадку для переговоров, они не совсем, ну, как бы с большим удовлетворением воспринимают наши переговоры в Брюсселе или в Вашингтоне. Это их право, это их дело. Нас это вообще не должно волновать и беспокоить. Потому что, как я уже сказал, нам нужны результаты подписания соглашения, вывод оттуда из Карабаха незаконных вооруженных формирований, отрядов, открытия Зангизорского коридора. Вот это основные принципы. Ну, я добавлю к этому еще и делимитацию, и демаркацию границ, потому что без этого просто невозможно нормализация между двумя государствами. А что касается изменения, я опять возвращаюсь к этой фразе, к этой мысли, которая прозвучала в заявлении МИД России по поводу изменения ситуации. Ну, как с этим можно согласиться? Что мы же именно поэтому и подписывали трехстороннее соглашение в 20-м году, 10-го ноября, чтобы добиться того, чтобы Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Именно поэтому мы это подписывали. Мы подписали заявление о прекращении огня и делали все необходимое, чтобы Армения сделала такое признание. Мы вынудили Армению. Она признала и в октябре было заявление прошлого года, и в мае этого года. Мы добились этого. Мы принудили Армению к этому. Но в чем может происходить, на каких этапах и в чем выражается изменение вообще ситуации, если это как раз была наша главная цель. И об этом все прекрасно знали во всех мировых столицах. Прекрасно понимали и знали, что мы как раз к этому и стремимся. Потому что это залог, это фундамент нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Фекрет Малим, спасибо. Я думаю, что нам Фекрет Малим тоже хочет добавить. Да, если можно. Значит, Фекрет Малим очень четко сказал, что это изменило. Как это могло коренным образом поменять ситуацию, если сама Москва на протяжении всей истории официально признавала территориальную целостность Азербайджана? Что поменяло признание территориальной целостности со стороны Пашиняна? Здесь ситуация совсем в другом. Я знаком с этим заявлением МИД. Здесь ситуация несколько иная. Мы знаем с вами, что мирный процесс идет на трех площадках. Переговорный процесс. Как он проходит в Брюсселе, мы с вами наблюдаем уже на протяжении долгого времени. И это достаточно спокойная, ровная площадка, где периодически мы достигаем определенных успехов. Мирный процесс достигает определенных успехов. И мы думаем, что это достаточно, скажем так, конструктивная площадка. Сегодня имеет место определенное давление на стороны в этом переговорном процессе. И две другие площадки играют свою определенную роль в этом процессе. Вашингтонская площадка и московская площадка, российская площадка. Если вы обратили внимание, чего хочет Вашингтон? Вашингтон хочет подписания мирного соглашения до конца года. И очень хочет заключения этого соглашения именно в Вашингтоне. Российская сторона предлагала заключить мирный договор с тем, чтобы отложить на определенный период, точнее на неопределенный период, вопрос сначала статуса, потом поднимала вопрос прав и безопасности армян, которые проживают в этом, на Скарабахском регионе. Дело в том, что все должны понимать, и об этом уже было сказано неоднократно, безопасность и права армян Карабахского региона обеспечит само азербайджанское государство, так же, как и обеспечит права и безопасность всех других национальных меньшинств. И для того, чтобы обеспечить эту безопасность и эти права, совершенно не нужно там присутствие российского миротворческого контингента. Поэтому вопрос этих двух площадок, он, конечно, носит определенный соревновательный характер. Но мы надеемся, что все эти стороны будут служить мирному процессу. И в конечном итоге этот процесс достигнет своей цели, когда будет восстановлена суверенитет, территориальная целостность и безопасность стран Южного Кавказа. Я думаю, что это самое главное, к чему должны стремиться все участники этого процесса. Слово, вот вы упомянули Вашингтона, и накануне состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США. И Вашингтон вновь выразил готовность оказывать посреднические усилия на нормализации отношений Азербайджана и Армении. И также было интересное выступление президента Турции Реджепет Эйпер Догана, где он подчеркнул, что напомнил, что уже в 2025 году российские миротворцы покинут Карабах. И вот сейчас идут дискуссии насчет того, почему именно об этом решил напомнить президент Турции, выступая причем на таком важном мероприятии НАТО. И вот хотелось бы узнать мнение Фикрят Малима, причем это заявление было сделано перед, то есть перед запланированной трехсторонней встречей, которая сегодня состоялась. Как вы думаете, Фикрят Малим, кому был обращен этот месседж? Шамисан, частично на вопрос, который вы поднимаете, вы уже дали ответ. Адрес месседжа, он известен. Это Москва, это Россия, потому что именно по договоренности с Россией на территории Азербайджана присутствует так называемый миротворческий контингент до 2025 года. Второе. Эрдуган сделал это заявление вполне обоснованно, потому что было очень много кривотолков, различных суждений по этому поводу. Поэтому он дал ясно, четко понять, что 2025 год это красная черта, после которой миротворцев здесь быть не должно. Во всяком случае, в соглашении именно так и записано. Ну и третье, это, конечно, тот факт, что он выступил в Вильнюсе на саммите стран НАТО, говорит о том, что он хотел бы, чтобы эти страны, главы этих государств и правительств услышали обеспокоенность Турции, а значит и обеспокоенность Азербайджана. Потому что мы практически подписали союзное соглашение, и все то, что говорит и делает и заявляет господин Эрдуган, он практически говорит и от нашего имени, он выражает и нашу точку зрения. Потому что я убежден, уверен в том, что прежде чем сделать подобное заявление, он говорил и с нашим руководством, с нашим главой государства. Потому что это единая позиция, и мы в этом достаточно принципиальны, едины. И думаю, что вот такое заявление должны принять к сведению те, кто находится на территории нашей страны. Фикер Атмельдам, огромное спасибо. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Нам, Атмельдам, вам тоже огромное спасибо за то, что прокомментировали наши вопросы. Я напомню, что в рамках специального выпуска мы обсуждали итоги трехсторонней встречи в Брюсселе. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова